Он старательно прячется от камер, закрывает лицо под маской и капюшоном. На слушаниях по громкому делу так называемого поволжского душителя десятки журналистов. Многие давно следят за этой историей. Первой жертвой Радика Тагирова считается 90-летняя Насима Ишмуратова. Она жила в доме на Батаршина 40. 5 марта 2011 года убийца обманом проник в квартиру пенсионерки. Вечером ее тело обнаружили родственники. Женщина была задушена подушкой. Сегодня в зале суда ее дочь Асья Шемсудинова и другие пострадавшие. В этом уголовном деле 749 томов. По информации следователей, душитель орудовал в 12 регионах по Волжье, Урала и Центральной России с марта 2011 по октябрь 2012. По материалам дел он выслеживал одиноких бабушек до дома, представлялся слесарем или соцработником. Убивал подручными средствами, шнурок, телефонный провод, пояс, забирал деньги и ценности и уходил. То есть вы совершали убийство с целью ограбления, да? Ну так получается, да? А нельзя было не убивать таких женщин? Можно было, но я почему-то так не делал. Задать эти вопросы Радику Тагирову смогли лишь спустя 9 лет после первого убийства. Его задержали в декабре 2020-го. Мужчина не так давно женился, стал отцом и жил в казанском поселке Дербышки. Вычислили его благодаря ДНК-экспертизе. Сегодня среди участников слушаний дочь еще одной погибшей женщины. Ну как я могу сказать, кто? Ну, ничтожество для него сказать, это не то слово. Для него слишком мало. И причем все одни вазовки беспомощные. Это как можно дойти в такое состояние? Сегодня прошли предварительные слушания. Они открывают основной судебный процесс. Судя по объемам дела, до приговора может пройти несколько месяцев. Пока на этой стадии еще очень сложно говорить. Он обвиняется в совершении убийства и разбойном нападении по 33 эпизодам в отношении 33-х лиц. По этим двум статьям максимальные сроки наказания с учетом тяжести преступления и не первой судимости. Радика Тагирова до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Лена Изнатольевна, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.